Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhaktavrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhaktavrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhaktavrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhaktavrinda Продолжаем читать из Ши Читань Чири Тамриты Мади Лила, 20 глава, которая называется Господь Читания Мааправу, дает наставление Санатани Гасвами об абсолютной истине. Продолжаем со стиха 128. Вчера мы прочитали о том, как Господь начал рассказывать притчу, где иносказательно описывается положение живого существа. И вчера мы поговорили о том, что такое, по сути дела, астрология, каково ее место в жизни преданных, на что можно рассчитывать и на что рассчитывать не стоит. Привели какие-то практические примеры, поскольку вся притча построена на том, описывает историю в астрологе. Так вот, вчера мы услышали о том, как Господь Читания Мааправа сказала, рассказывают такую притчу. Однажды ученый-астролог пришел в дом бедняка и, видя его удрученное состояние, задал ему вопрос. И теперь мы услышим вопрос, который задает астролог. Астролог спросил, почему ты горюешь? Отец твой был очень богат, но он не открыл тебе, где спрятано его богатство, потому что умер далеко отсюда. Подобно тому, как слова астролога принесли бедняку весть о принадлежащем ему сокровище, ведические писания дают наставление о сознании Кришны человеку, который хочет выяснить, почему он оказался в бедственном положении. Слова астролога связали бедняка с его богатством. Подобно этому, ведические писания учат нас, что на самом деле мы связаны со Шри Кришной, Верховной Личностью Бога. Шалпада комментирует. В Бхагавадгите 7.26 Шри Кришна говорит О Арджуна, будучи Верховной Личностью Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ. Меня же не знает никто. Итак, Кришна знает причину бедственного положения обусловленной души. Поэтому он приходит сюда из своего вечного царства и дает наставление обусловленным душам, напоминая им о взаимоотношениях, связывающих их с Богом. Кришна проявляет себя во взаимоотношениях с обитателями Вриндавана и во время битвы на Курукшетре. Таким образом, чтобы привлечь к себе людей и помочь им вернуться домой, к Богу. Кроме того, Кришна говорит в Бхагавадгите, что он владеет всеми вселенными, наслаждается всем сущим и является другом каждого. Если мы восстановим свои изначальные близкие взаимоотношения с Кришной, нашим мукам в материальном мире придет конец. Каждый старается приспособиться к своему бедственному положению в материальном мире. Однако наши основные проблемы не решатся до тех пор, пока мы не восстановим близкие отношения с Кришной. Итак, Господь Читания рассказывает притчу. О том, как астролог пришел в дом бедняка и поведал ему, что в действительности ты не бедняк и тебе не нужно страдать. То, что ты страдаешь здесь, по сути дела, просто по незнанию, по невежеству. Если ты узнаешь, что твой отец оставил тебе богатство и воспользуешься этим богатством, то и бедности придет конец. Тебе просто нужно узнать. Астролог называют Сарвагиа. Он обладает вот этим знанием. Он может, как мы вчера обсуждали, посмотрев на человека, посмотрев на звезды, сразу сказать о нем, что с ним происходит и почему. Вот это вот квалификация астрологов. И эту притчу Господь Читания описывает для того, чтобы показать, что в подобном положении находится и живое существо. Оно бедствует просто по незнанию. Не зная, что бедствовать ему и не нужно. Просто находишься, торчит в материальном мире и в определенном месте, выполнив определенные условия, оно может получить возможности больше не бедствовать. Для этого ему нужно просто восстановить свои взаимоотношения с Господом. То, что живое существо не знает о своем положении, о верховном Господе, подтверждает сам Кришна. Вот в этом стихе. Мамту веда накажечена. Никто меня не знает, хоть я знаю все, что было в прошлом, в настоящем, что будет в будущем. Это вот вчера мы обсуждали, как Кришна знает будущее. Кришна заявляет, что Он знает будущее. Он знает, потому что Он знает определенные наклонности живого существа в деталях, в мельчайших деталях, и знает, как оно поступит, опираясь на эти наклонности. Но для живого существа это будет собственный выбор. Это оно сделает выбор в своей жизни, и Кришна в этот выбор не вмешивается. Он просто заранее знает, какой будет выбор. Просто вот такой всеведущий. Иначе смысл всеведения просто теряется. Кришна обязан просто обладать таким всеведением. Так вот, даже в таких банальных вопросах Кришна все знает, как в вопросе, почему живое существо страдает. Кришна знает прекрасно, почему живое существо страдает. Причем про каждое живое существо знает, как оно пало в материальный мир, в каком сознании находилось и так далее. В принципе, это уже неинтересно. Шел в Рупаде на вопросы, а как мы пали в материальный мир? Он отвечал примерно, смысла нет разбираться, как в доме появился пожар. Ну, действительно, вот какая разница. Вот мы стоим, окруженные пламенем, пожар, она сжигает. Мы думаем, это от электропроводки загорелось, или кто-то подкинул мне что-то зажженное. Или, может быть, утечка газа была. И стоим, и рассуждаем. Неужели метод тушения пожара изменится от того, от чего он загорелся? Что мы поменяем, так сказать, с ведра на шланг, что ли? Вот если вот от электропроводки загорелся, да, и там уже вся эта электропроводка сплавилась и так далее, уже бесполезно. Вот что метод тушения будет поменяться, или нужно будет тушить в обратном порядке комнаты и так далее. То есть смысла вообще никакого. Это практически бесполезно. Это бесполезная информация. Выяснять, как мы пали, была ли Джива в духовном мире или нет. Вот. Есть там разные мнения, но это практически бесполезно. Как, предположим, человек в прошлой жизни был царем. И в этой же дни он вовсе не царь, он какой-то простой человек, а то, глядишь, даже бедняк. Вообще хорошо, что человеческое тело получил. Вот. И каким-то образом, по счастливой случайности, по остаточному кусочку хорошей кармы, он встретился с астрологом, или подобной личностью, которому говорит, что в прошлой жизни ты был царем вот там-то и там-то. И, предположим, он приходит вот в это место. И, возможно, даже по стечению обстоятельств он даже, может быть, что-то и вспомнит. Такое даже иногда бывает. Описывается, что какой-то там мальчик сообщал, твердил своим родителям. Обычно в Индии такие темы происходят. На Западе почему-то этого нет. Хотя души качественно одинаковые. Вот. Ну, возможно, это потому, что Индия более благочестивая все-таки страна. А на Западе люди рождаются людьми после того, как побывали в животных формах, и там уже совершенно забыли. Но так или иначе, в общем, мальчик выясняет, что он там, оказывается, жил там-то и там-то, и его звали так-то, так-то. И родители сначала не верят, потом они все-таки решают сюда отправить. Он узнает, он говорит, вот это мои родители. И что теперь делать-то с этим? Вот этим родителям и вот этим нынешним родителям. Все уже, все уже по-другому. Он не может воспользоваться своим положением. Допустим, он был... А, допустим, это даже не родители он узнал, а просто он дожил полную жизнь. Соответственно, родители еще раньше оставили тело. Вот это мой дом, вот здесь живут мои дети и так далее. Вот, ну а что толку-то? Ты не можешь воспользоваться вот этим благом от проживания в этом доме. Тебя сюда никто не пустит, вообще-то. Даже если бы он, предположим, был царем, как вот мы начали пример. Он придет вот в это царство, в этот дворец, его же никто не подпустит, ни к казне. На трон его не пустят, чтобы он залез там, посидел, чтобы он какие-то указы подписывал. Это просто бесполезная информация, кем человек был в прошлой жизни. То есть это просто развлечение для ума, будоражит ум, но практической пользы от этого никакой вообще. Потому что человеку сейчас приходится разбираться с тем, что он сейчас имеет. И по тому же ключе живое существо падало, но там с духовного мира или никогда в духовном мире не было. Это практически уже польза никакой от этого. Мы уже здесь в материальном мире. Вот это принципиальный момент, который необходимо уяснить в первую очередь. И второй принципиальный момент, что абсолютно для всех живых существ, какими бы они там ни были, были они в духовном мире или не были. Вообще-то Шевопада говорит вернуться домой, назад к Богу. То есть если вернуться назад, все-таки подразумевается, что все-таки были. Но так или иначе, не собираюсь развивать эту тему. Дальше суть в том, что даже если бы мы там не были, процесс, который дал Госпочитание Мапрабу, гарантирует любому живому существу, если он применит этот процесс, оказаться в духовном мире. Пусть даже получается и первый раз, если допустить, что мы там не были. Здесь тоже разницы никакой нет. Это даже приятнее. Представьте, мы там никогда не были, и благодаря вот этому процессу нас туда пустят. Это же наоборот вдохновительнее. А для других процесс Господа Читания Мапрабу вдохновителен тем, что я там однажды был, они считают, и я наконец могу туда вернуться. И те, и другие вдохновлены, и тем, и другим это только в радость. А изначальные условия совершенно вообще пользы никакой не имеют. Важно, кто мы есть и куда мы движемся сейчас. В прошлом вот это изучение истории бесполезно. Вот как мы вчера с астрологией обсуждали, что прошлое не изменишь, машину времени не сделаешь, потому что Господь, Калосми, Я есть в вечное время, говорит Кришна. Мы его не сможем подчинить себе. Поэтому живое существо, может быть, даже и не знать, как оно пришло сюда, в материальный мир и так далее. Но суть в том, что Господь является в материальном мире, как описывает здесь Шелупада в комментарии, для того, чтобы объяснить живому существу его естественное предназначение. Не рассказать ему его историю, где он там что делал, в каких там жизнях и так далее. Это все бесполезно. Ему нужно объяснить, для чего ты предназначен. И ты здесь болтаешься, как вот неприкаянный. Не можешь найти себе место, потому что это такова атмосфера материального мира. Ты всегда будешь здесь неприкаянным. Ты будешь всегда чувствовать, что это не твое, не родное. Ты знаешь, что-то здесь не получается. Все потому, что твое положение вот такое-то и такое-то. И Господь милостиво раскрывает это знание через ведические писания. Потому что у него есть свой собственный распорядок, когда он лично является в материальном мире. Но, тем не менее, он заботится обо всех живых существах, находящихся здесь. Поэтому все остальные, даже которые, казалось бы, и пропустили приход Господа, могут получить то же самое, абсолютное знание. Ничем не хуже, как если бы сам Господь сказал через ведическую литературу. В первую очередь, такие трансцендентные уже источники, как Веданта-сутра, Бхагавадгита, Шримадбхагавата. Из этих источников человек может глубоко осознать свое духовное изначальное положение и понять, в чем состоит процесс, чтобы восстановиться в этом положении. Восстановиться или утвердиться, в зависимости от того, в какой концепции он находится. Был я в духовном мире или не был. В любом случае, и для тех, и для других, процесс гарантирует достижение вот этого высшего совершенства, а именно вернуться домой назад, прийти, давайте так скажем, прийти в духовный мир, утвердить свои отношения с Господом в одной из вот этих пяти раз, и счастливо заниматься этим. Вот это знание, которое человек получает из священных писаний, от Господа, и это знание передает великие авторитеты, ачарьи прошлого. Таким образом, Шилфады говорит, Кришна знает причину бедственного положения обусловленной души, поэтому он приходит сюда из своего вечного царства и дает наставление обусловленным душам, напоминая им о взаимоотношениях, связанных с Богом. И таким, подобным же образом, как вот описано здесь в притче, астролог пришел и напомнил бедняку, сообщил ему то, что он сам не мог понять, что он не мог знать. В предыдущих стихах мы слышали, как Госпочитание описывал, что живое счетово своими силами не может встать на духовный путь. И оно не может тем более духовно прогрессировать самостоятельно. Ему нужна помощь извне, потому что оно по рукам и ногам связано, материальной энергией. И в этом состоит милость Господа. Как вот в притче, милость астролога великодушно взял и сообщил очень целую ценную информацию вот этому бедняку. Просто из сострадания. Что видит, как он страдает. Посмотрел на него, да ты же не должен страдать. У тебя есть отец, который оставил тебе большое богатство. И точно так же Кришна сообщает в бедственном положении находящегося живому существу, что у тебя есть духовный обитель, где ты можешь пребывать и пользоваться богатством вот этого духовного мира. и вовсе не влачить здесь жалкое существование. Шилапавада отмечает, что положение Кришны, как вот этого высшего благодетеля таково, ссылается на стих 5.29 «Формула мира». Тот, кто знает, что Господь является высшим наслаждающимся, бог Тарам Ягья Тапаса, что Он является высшим контролирующим, сарвалокам Ахешарам, что Он является лучшим другом живых существ, каждого из живых существ. Нет ни единого живого существа, которому Кришна не является лучшим другом. Мол, дескать, это все-таки не Кришна, а кто-то другой лучший друг. Абсолютно каждому, вот сколько их всех есть, для всех Кришна самый лучший друг. Не просто скопом, а для каждого индивидуально именно Он лучший друг. И Шилапрупада отмечает, что как только осознав вот этот момент, живое существо восстанавливает свои отношения с вот этим близким другом Кришной, то всем страданиям приходит конец. Вот это, казалось бы, очень просто, ничего нового мы не сказали, но вот это состоит суть всех наших духовных усилий. Причем ежедневных и, так сказать, ежеминутных. Мы прикладываем усилия в таком ключе. Всегда помни и не забывай, что именно Кришна является контролирующей, а не я. Что именно Кришна является наслаждающейся, а не я. И Он является лучшим другом, но вовсе не я лучшим другом, другим, что сейчас является. Соответственно, вот это понимание и способность не забывать вот этот момент будет помогать мне самому для того, чтобы духовно прогрессировать и восстановить вот эти близкие отношения с Господом. Господь Штанимовур продолжает в следующем стихе. Однако, только знания о том, что у его отца было сокровище, недостаточно, чтобы бедняк мог его получить. Поэтому астролог должен был рассказать ему, как найти это богатство. Что с того, что ты знаешь, что да, я, так сказать, сын богача, а как я практически этим могу воспользоваться? Я даже не знаю, где это богатство есть. Просто вот умозрительно гордиться, как некоторые люди, допустим, гордятся вот мои предки. Допустим, мне отец рассказывал, что по отцовской линии там предки был какой-то купец третьей гильдии. Я сразу про себя подумал, а почему не первый? Сразу обидно стало. Но все равно купец. Так он так вот с некой гордостью рассказал. Я про себя думаю, ну и что теперь? Вот, допустим, был купец, торговал, наверное, были какие-то богатства. А мне-то с этого что теперь? Вообще пользы никакой. Понимаю, был бы доступ какой-нибудь там завещание потомку. Мне, допустим. Но, так сказать, пользы от этого нет. Господь читаний моего продолжает. Астролог сказал, сокровище находится здесь. Но если ты начнешь копать с южной стороны, поднимется рой ос и шершней, и ты не добудешь его. Сейчас прочитаем эти стихи, а потом послушаем объяснение, что все это значит. Если ты примешься копать с западной стороны, обитающее там привидение будет так тебе мешать, что ты даже не коснешься сокровищ. Это якша привидение. А на северной стороне живет большая черная змея, которая проглотит тебя, если ты попытаешься выкопать сокровище здесь. Но, как только ты выкопаешь немного земли с восточной стороны, твои руки коснутся горшка с сокровищами. И вот Чаупада комментирует, что это означает. Очень длинный комментарий. Давайте послушаем. Ведические писания, включая Пураны, утверждают, что в зависимости от своего положения, обусловленная душа может идти различными путями, к которым относятся Карма Канда, Гьяна Канда, йогическая практика и Бхакти-йога. Карма Канду сравнивают здесь с осами и шершнями, которые просто жалят того, кто ищет у них прибежище. Гьяна Канда, путь умозрительного поиска истины, подобен привидению, вызывающему сильное беспокойство в уме. Йога, мистический метод, сравнивается с черной змеей, проглатывающей людей, которые стремятся к безличной кайвалье. Однако тот, кто встает на путь Бхакти-йоги, быстро добивается успеха. Иными словами, с помощью Бхакти-йоги совсем нетрудно прикоснуться к спрятанному сокровищу. Шилпада объяснил, в чем состоят аналогии. Карма Канда – это осы и шершни, Гьяна Канда – это привидения, а йога – это черная змея, которая проглатывает людей, которые хотят достичь безличного слияния с Господом. Шилпада продолжает. Все бхагаткраинные писания, все наставления вед направляют людей к Кришне, о чем он сам говорит в Вагавадгите. «Вида ища сарвар ахам эвавидьяха». Поскольку веды предписывают человеку искать Кришну и укрыться его у лотосных стоп, и поскольку ни один из методов, описанных в ведах, кроме преданного служения, не позволяет достичь этой цели, человеку следует встать на путь преданного служения. Согласно Бхагавадгите 18.55, лишь метод Бхакти способен привести к высшей цели. Бхактия-мама-пиджана-ти – это окончательный вывод-вет. И каждый человек, если он серьезно стремится найти Кришну, Верховную Личность Бога, должен применять этот метод. Вот как объясняет это Шилабхатсидан Сарасвати Такур. Восточная сторона символизирует преданное служение Господу Кришне. Южная сторона символизирует карма-канду, то есть всевозможные ритуалы, совершаемые ради материальных плодов. Западная сторона символизирует гьяна-канду, метод умозрительных рассуждений, которые считают, что она символизирует, а некоторые считают, что она символизирует ситхи-канду. В сколько поясняет Шилабхатсидан. Северная сторона символизирует мистическую йогу. Некоторые считают, что эта сторона символизирует спекулятивный метод. Это не принципиально. В любом случае не получится к сокровищу прикоснуться. Опять-таки, нужно смотреть по конечному результату. Какая разница, с какой стороны змея, с какой стороны привидение. И там, и там не получится. Только восточная сторона преданное служение дает человеку возможность достичь истинной цели жизни. С южной стороны находится ритуальная деятельность, и людей, занимающихся такой деятельностью, называют ямараджа. У тех, кто идет этим путем, материальные желания остаются очень сильными. Потому-то, результат применения этого метода сравнивают с осами и шершнями. Осы и шершни корыстной деятельности жалят обусловленную душу. Ей приходится влачить мучительное материальное существование жизнь за жизнью. С помощью этого метода невозможно освободиться от материальных желаний. У живого существа всегда сохраняется склонность к материальным наслаждениям. Поэтому круговорот рождения и смертей продолжается, и вечная душа подвергается нескончаемым страданиям. Здесь стоит отметить, что действительно, если живое существо идет вот этим методом, пытается как-то прогрессировать, и инструмент, важный для нее, это вот карма, с сознанием «мне нужно получить плоды», то как можно избавиться от стремления получать плоды, если это тот инструмент, который ты хочешь использовать для того, чтобы продвигаться. То есть живое существо так и не будет избавляться от вот этого настроения, быть привязанным к плодам своей деятельности с целью, чтобы именно насладиться. И покуда остается такое сознание, живое существо вынуждено будет снова и снова рождаться, и вместе с этим получать все, что причитается, получить в любой жизни, рождение, болезнь, старость, смерть, и адыатмика, клеша, адыатмика, клеша, живое существо. Существовало в прошлом, существует в настоящем и будет существовать как индивидуум в будущем. Никогда не было так, чтобы не существовал Я, Ты или все эти цари. И в будущем никто из нас не прекратит свое существование. И также пытаться слиться с Абсолютом противоестественно. Это значит пытаться убить свою душу, уничтожить свое естество невозможно. Интересно, что метод мистической йоги здесь описывается, что он ставит своей целью слияние с Абсолютом. То есть мы привыкли, что йоги в нашем понимании, они все-таки не такие, как гьяни. Они в самадхе могут увидеть параматму, образ Верховной Личности Господа, всепроникающий аспект Господа. Но дело в том, что на страницах 11-й песни Шимадбхагава, там Кришна в своих наставлениях Удаве, дает объяснение, что существует три процесса. Карма, гьяна и бхакти. Мы можем спросить, а почему йогу он не упоминает? Потому что йога – это лишь техническая процедура, что нужно делать, но сознание, которое в этот момент имеет практикующий, относит его либо к гьяне, либо к бхакти. Если он, подобно вот этим великим мудрецам, допустим, Валмике, который медитировал на Верховной Личности Господа в преданном служении, занимался именно медитацией. Вот это все моменты, связанные со штангой йогой, совершал. И другие великие мудрецы на заре творения тоже занимались вот этой йогой и медитацией. Но это является преданным служением, потому что они не испытывали желания стать Богом, слиться с Ним. В то время как Личность, которая не имеет никакого знания о Верховной Личности Бога. И благодаря медитации мы знаем, что духовное познание – это самоосознание. Вот он медитирует, 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 увидев Верховного Господа и думает, вот он я какой. Вот оказывается, какой я. И вот это вот устремление к вот этому образу, как к себе самому, и проявляет его желание на самом деле слиться с этой Личностью. То есть стать неотличным от него. Вот это же я. Вот я и хочу им стать, получается. В этом проявляется его вот это имперсональное настроение, пусть даже формально он следует той же самой процедуре, мистической медитации. То есть это, если так очень примитивно сказать, на машине можно поехать и вправо, и влево. То, что ты едешь на машине, это всего лишь способ, это техническое средство. Но ты своим решением, своим сознанием выбираешь, куда тебе поехать. Точно так же живое общество использует вот этот метод йоги как средство. Но в одном случае используют для преданного служения, чтобы погрузить свое сознание на созерцание дорогого облика Верховной Личности Господа, чтобы иметь возможность видеть Господа постоянно и пить нектар красоты его. Соответственно, восхищаясь Господом в Шантарасе, просто вот восхищаясь с упоением, смотря на его прекрасный образ. Это преданное служение. В то время как другое сознание, но тем же самым методом поднимается до способности увидеть Верховного Господа, возникает желание вот таким, вот он я, таким и стать, по сути дела, стать частью вот этого удивительного, вот этой удивительной Личности. Шилпада продолжает. Якша, хранитель сокровищ, не даст никому завладеть и насладиться ими. Этот злой дух принесет искателю богатств одни беспокойства. Смысл этого сравнения в том, что преданный должен полагаться не на материальные ресурсы, а на милость Верховного Господа, который дает человеку истинную защиту. Это называется Ракши-шья-тити-вишвасах, или в бенгальских стихах Бхактивинода Такура из его Шаранагарти. Аващи-я-ракши-бе-я-кришна-вишваса-палана. Предавшаяся душа должна понять, что ей истинным защитником является Кришна, а не материальное приобретение. Интересно, что якша или процесс гьяны сравнивается здесь с желанием не хотеть полагаться на защиту Верховного Господа, а полагаться на какие-то свои материальные приобретения. По сути дела, это демонстрирует умонастроение гьяни, который пытается делать все своими усилиями. В отличие от преданного, который вручает себя Верховной Личностью Господа по принципу Шаранагати, ракши-шья-тити-вишваса, полностью вручить себя Кришне и верить, что Кришна меня защитит. Мне не нужно бороться, мне не нужно строить вокруг себя многоуровневую защиту с учетом на будущее и предусмотреть и у те, и другие третьи, и десятые виды опасностей. А преданный просто вручает себя Кришне, зная, что он его защитит. В то время как сознание гьяни, когда он практикует метод гьяны, он, идя путем нити-нити, получается, как бы предусмотрительно отказывается самостоятельно своими усилиями, что вот с этим я не буду связываться, и с этим, и с этим. То есть он осознательно от всего отрицает, отказывается. Беря вот эту защиту, получается, в свои руки. Он сам лично перебирает, от чему ему отказаться. В то время как преданный, предавшись Кришне, доверяет ему, зная, что Кришна, теперь взяв его судьбу в свои руки, не пошлет ему просто ничего плохого. Если все же что-то приходит, то преданный не возражает, даже если формально это ему, казалось бы, неудобно, он, ну ладно, что делать, я продолжаю быть преданным в этом положении. Он не отпихивает какие-то там положения, которые ему посылают Кришны, в которых ему приходится быть. То есть есть положения, в которых не обязательно приходится быть, можно сделать выбор. Тогда преданный делает выбор. Допустим, он пришел в магазин, и там на одном прилавке, ну, к сожалению, бывает так, что и, допустим, вегетарианская бхога, которую можно купить, и невегетарианская. Но это не значит, что он теперь вынужден покупать невегетарианскую. Он может сделать выбор. Но иногда есть такие жизненные обстоятельства, где уже ничего не поменяешь. Какие-нибудь даже печальные обстоятельства. Преданный, допустим, заболел, и уже там, так сказать, вот и последствия этой болезни продолжаются, и уже их никак не изменить. Там или какие-то изменения в его жизни, там, разбитое сердце, развод, там, потеря родственника, и так далее, и так далее. Куча разных примеров разновидности страданий. Преданный не пытается изменить ситуацию. Дескать, меня муж не любит, найду себе другого мужа. Ну, муж не любит, бросил. Ну что, я перестаю быть преданным? Преданной? Или, допустим, жена мне изменила, что я теперь, так сказать, отвернусь от Кришны, что ли? Нет. Преданный доверяет Кришне, зная, что вот эту ситуацию, в которую я попал, я имею все силы, все возможности перенести. Кришна мне доверяет в этом смысле. Он знает, что я достаточно обладаю знанием, силами и квалификацией, чтобы перенести это. И перенеся это, только пойдет мне на пользу. Таким образом, преданный сам не берет свою судьбу в руки, он доверяет Кришне. И все, что приходит по его милости, он принимает это как то, что принесет ему благо. Принесет благо, либо непосредственно, либо с негативной стороны, получается, закалив его, сделав достойным для каких-то будущих видов служения. Потому что, если мы, так сказать, из мягких условий в какие-нибудь серьезные условия попадем, то можем и не справиться. Поэтому Кришна великодушно может устроить нас КМБ, курс молодого бойца, в каких-нибудь таких вот интересных историях, каких-нибудь событиях. В любом случае, что-то ставив в какие-то условия, Кришна, казалось бы, что-то забирает, но он это делает для того, чтобы взамен дать что-то ценное. Когда Кришна забирает, как Шилпада объясняет, пустоты в творении Господа нет. Поэтому, если из какого-то места что-то убирают, она должна чем-то заполниться. И поскольку к этому прилагают руку Кришна, то забирая что-то у нас материальное, это наполнится чем-то полезным, чем-то духовным. Просто ради этого стоит потерпеть. Набраться терпения, смиренное, вспомнить философски, что Кришна действует ради моего блага, забирая что-то, он точно на это место положит еще что-то более ценное. И даже если не положит на это место, значит, этим местом мне и не нужно пользоваться, получается. Значит, больше сосредоточусь на чем-то другом. А то сейчас вот мне и на то, и на другое, третье тянет. На говорит лист разум тех, кто нерешителен, говорит Кришна Бхагавадгити. Как этот стих? В Явасаятмикабудхи Экихакурунандана Бахушакха Бахушака значит много ветвей Хьянанташча и желание бесконечное. Будхаю в Явасаяном несосредоточенный ум. Но в Явасаятмикабудхи сильный разум, который направлен, развивается в предном служении с желанием служить Кришне, возможен, когда у человека преследует одну цель. Поэтому Кришна, когда у меня что-то забирают, Он великодушно делает возможным, чтобы я сосредоточил свою силу на нем одном и тем самым себе самому помог выбраться за одну жизнь из материального мира. Вот когда реку разбивают на много рукавов, то каждый из рукавов он такой, ну, не какущий, какой-то ручеек там течет. Но когда это все наоборот, если объединить общий поток, то это очень могучая река получается, очень сильная, она на своем пути может много чего смыть прямо, ничто не устоит, даже слона смоет, вот настолько могучая река. Поэтому Кришна, перекрывая вот эти вот рукава в нашей жизни, наши реки, нашего сознания, наших усилий, наших идей, наших устремлений, перекрывая, позволяет нам сосредоточить таким образом, чтобы главный рукав реки нашего сознания тек к его лотосным стопам. И он должен быть очень сильный, чтобы он пробил оболочки нашего осквернения, наших ложных концепций, пробил успешно, смыл спустя своей пути. Потому что маленький ручейок просто перед какым-то небольшим препятствием, вряд ли это препятствие сможет преодолеть. Нужно, чтобы эта сильная концентрация была на желании достичь Кришны. Поэтому Кришна великодушно устраивает так, чтобы наше желание было сосредоточено только на нем, и поэтому мы же могли добиться успеха. Это его особая милость. Шалаппады продолжают. Принимая во внимание все это, следует признать, что преданное служение Кришне настоящая сокровищница живого существа. Когда человек достигает уровня предного служения, он обретает сокровище общения с верховной личностью Бога. Того же, кто лишен предного служения, заглатывает черная змея йоги или кусают осы и шершни эгоистической деятельности, и он вынужден страдать от мирских невзгод. Иногда живое существо, ошибочно считая себя равным верховной личности Бога, пытается раствориться в духовном бытии. даже такая душа, даже поднявшись на духовный уровень, не обретает покоя и будет вынуждена вернуться к материальному существованию. Бхагаватам 10, 2, 32 сказано Такие люди могут стать саняси, но пока они не укроются под сенью лотосность стоп-кришны, они будут возвращаться на материальный уровень и заниматься благотворительностью. Так человек утрачивает свои духовные достижения. Вот что значит быть поглощенным черной змеей. Когда черная змея поглощает человека, как в данной аналогии, то, как Шилпады приводит вот этот момент, цитируя стих из 10 песни Шивенбхагавата, который произносит Господь Брама, описывая, что те личности, которые не принимают прибежище у трех лотосность стоп, Господь Брама молится Кришной, которые думают, что они уже духовно освобождены, вимукта манинас. Манина, это я так считаю, это не то, что настоящий факт, это они так считают о себе, великодушно о себе так думают, что они духовно продвинутые, вимукта очень продвинутые, мукта значит освобожденные, а вимукта прям вообще дальше некуда, самые освобожденные преосвобожденные, круче всех. Так вот, те, кто отказываются от преданного служения Господу, но пытаются достичь духовного прогресса своими собственными усилиями, арухья кричарина, причем эти усилия довольно-таки суровые, очень болезненные, нужно очень сильно терпеть и по времени терпеть, и вот от этих лишений терпеть все все это время. И человек может даже достичь высшей обители, парам падам, тата, он достигает парам падам, высшей обители, духовного царства, он сливается с этим бытием, но патанти, патанти означает он падает, даже оттуда он падает, то есть живое существо может пасть из духовного мира, вот еще одно доказательство, оно падает из брамаджиоти, почему? Потому что подпрыгнув, оторвавшись от мирского уровня, живое существо не зацепляется там где-то сверху, зацепиться нужно за лотосные стопы Господа, оно их отвергает, надрита юшма нан грэха, отвергает лотосные стопы, отвергает преданное служение, нет, я хочу болтаться самостоятельно, я хочу быть сам, как я хочу, вот в этом сиянии самостоятельно, так сказать, быть здесь и не подчиняться никому, я часть всего этого целого трансцендентного, я есть тот, таттва масси, то есть он во мне, я в нем, мы все одинаково слиты друг в друга и вот как я вот оно есть, вот так вот, если просто сказать, но поскольку оно, животное существо, не принимает прибежище лотосный стоп Господа, оно падает в материальном мире снова, патантии, и ишел правада говорит, такие люди так называемые саньяси, майвади, которым по условию, по, чтобы вот иметь квалификацию, заниматься, идти путем майвади, им нужно принять саньясу, то есть отречься от всего мирского, и вот они вроде, казалось бы, может быть, да, практикуя, может быть, даже и достигли вот этого освобождения, но потом снова падают, опять возвращаются к мирской благотворительности, открывают школы, кормят бездомных или бомжей, и открывают школы для бедных и так далее, и так далее, то есть они опять возвращаются в реалии вот этих мирских материальных взаимодействий, желая получить вот этот вкус отношений, когда им скажут спасибо, джайхо, надо сказать, какой-то молодец, что вот это делаешь, поблагодарят тебя, поздравят, там, и так далее, то есть вот это дарует настоящее наслаждение, и поскольку вот эти наслаждения живущего отказалось получать с Кришной, ему приходится получать вот этих мелких живых существ, так урывать кусочки, потому что это не вечные отношения, соответственно, его поздравят и могут забыть, придется еще раз это делать, вот так вот от раза к разу, от одного раза к следующему разу ему приходится вот это делать, опять суетиться здесь в материальном мире, и таким образом тот, кто лишен преданного служения, тот, кто не хочет уцепиться за лотосные стопы Господа, вынужден будет упасть, подпрыгнув, не зацепившись ничего сверху, он вынужден опять приземлиться на то же место, откуда подпрыгнул, это положение, то есть, таким образом, вот этот путь суммарно и по результатам, это все равно, что ты им не занимался, получается, ты опять в итоге оказался там, с чего ты начал, и таким образом, получается, ты напрасно потратил все вот эти усилия, все вот эти лишения терпел, Арухья Кричхарина, очень суровые, аскезы соблюдал, терпел очень многие лишения и так далее, все это просто псу под хвост, как говорится. Господи, читание моего права продолжает. Богооткровенные писания заключают, что человек должен отказаться от эгоистической деятельности, спекулятивного знания и мистической йоги и встать на путь преданного служения, которое полностью удовлетворяет Кришну. Господи, читание моего права делает вывод, что именно преданное служение Бхакти Кришна Ваша. Кришна Ваша, значит, удовлетворяет Кришну при помощи Бхакти. И зная вот эту универсальную научную формулу, просто полевая корень дерева, насыщаются все его части, ветки, листики, цветы, плоды и так далее, точно так же помещая пищу в желудок, энергия оттуда распространяются автоматически во все части тела, точно так же преданное служение Господу удовлетворяет всех живых существ, включая меня самого. Такой человек обладает таким научным глубоким пониманием, и поэтому он знает, что Бхакти, Кришна Ваша, при помощи Бхакти, при помощи преданного служения удовлетворяется Кришна, и как результат живое существо становится удовлетворенным автоматически. Вместо того, чтобы заниматься вот этой эгоистической деятельностью, карма, гьяна, йога, тьяджи, отказываясь от всего этого, человек может выбрать правильный метод, встать на путь преданного служения, и удовлетворяя Господа, стать автоматически удовлетворенным сам. Далее, Господь Штанима Аправу цитирует из Шимадбхага, там стихи. Верховный Господь Кришна сказал, дорогой Удхава, непосредством Аштанга-йоги, системы мистической йоги, направленной на обуздание чувств, ни с помощью безличного манизма или аналитического исследования абсолютной истины, ни изучением вед, ни аскетическими подвигами, ни раздачей милостыни, ни принятием санясы, невозможно удовлетворить меня так, как это можно сделать, служа мне с чистой преданностью. Шлопада указывает, что этот и следующие стихи взяты из Шимадбхагават 11-я песня, 14-я глава, стихи 20 и 21. Объяснение данного стиха есть в Аде Лиле 17-76. Сейчас мы его найдем. 10-яぐ Прошу прощения Интернет в чем-то медленный Я пока прочитаю другой стих Следующий стих Господь читанима пробовал цитирует Бхактиагам экая грахяга Шадхаятма прияхсатам Бхактихпунатимам ништха Швапакан аписамбхават Я очень дорог садху преданным И они достигают меня С помощью непоколебимой веры И преданного служения Бхакти-йога, постепенно усиливающая Привязанность ко мне Способна очистить даже человека Родившегося среди собакоедов Иными словами Каждый может подняться на духовный уровень Встав на путь Бхакти-йоги Каждый может подняться на духовный уровень Каждый Если он встанет на путь Бхакти-йоги Да, Швапапада комментирует этот стих Этот стих приводится Кришнадасам Кайраджа Гасвами Ваде Лиле В 17 главе 76 стих Швапада пишет «Карми, гьяни, йоги, тапасви И те, кто изучает ведические писания Но не обладают сознанием Кришны Понапрасно тратят силы Не получая высшего блага Поскольку не имеют ясных представлений Верховной Личности Бога Они понапрасну тратят свои силы И высшего блага не могут получить Пока они остаются в положении Не имея четкого представления о том Кто такая Верховная Личность Господа И мое положение по отношению к Нему Вся вот эта деятельность Это деятельность, которая не приносит им истинного блага Усилия совершаются, но впустую Им также недостает вера в то Что предное служение – это путь, ведущий к Богу Хотя важность предного служения Снова и снова подчеркивается в писаниях Как, например, в этом стихе из Шиманбхагавата 11.14.20 Бхагавадгита 18.55 также провозглашает «Бхактиямама пиджанати Яван ньяшчас смитаттватага» «По-настоящему понять Господа Верховная Личность Можно только с помощью предного служения Тот, кто действительно стремится постичь Верховную Личность Должен встать на путь предного служения И не терять времени на бесплодное Спекулятивное философствование Кармическую деятельность Мистическую йогу и суровую тапасию Шилпада очень четко и конкретно говорит Что, если спросить предного Ты предный? Ну да, предный Ты хочешь? Или человека, который так Вроде бы предный, а вроде не предный Давайте так скажем Что, ну, ты же вроде предный? Ну, вроде да, преданный Ты хочешь вернуться домой Назад Богу, к Кришне? Ну, вроде хочу Ну, тогда Как следует из этого стиха Постичь Господу Можно только при помощи предного служения А что дает постижение Господа? Какой стих вспоминается в этой связи? А тоже Тоттва Тага Воистину Как есть, как по-настоящему Что происходит с моим рождением Моими деяниями Какова их природа Здесь в материальном мире По-настоящему понимает это То Такой человек Оставив это тело Ну, его придется оставить С ним не получится Его затащить В духовный мир Оставив это тело Оставив это тело Пунарджанва найти Новое рождение человек не получает То есть он достигает освобождения И возвращается домой-назад Богу Таким образом По-настоящему понять верховную личность Господа Можно только при помощи предного служения Кто действительно стремится постичь Верховную личность Должен встать на путь предного служения И не терять времени На вот эти вот На гьяну, на карму, на йогу, на тапасию и так далее То есть если человек все-таки Уделяет внимание этим процессам Для него важна карма Он живет этим плодами своей деятельности Для него важно иметь свое собственное мнение И не принимать то мнение, которое дается в священных писаниях Мнение священных писаний – это мнение верховного Господа Для него важно вот какие-то свои собственные умения Иметь контроль Над ситуацией То есть в этом суть мистической йоги Мистические силы, которые развиваются в процессе мистической йоги Дают человеку возможность контролировать материальной природой Ситхи, способности определенные Так все живучи-то находятся под влиянием материальной природы И подчиняются ей А имея ситхи, можно вот допустим Я и вешу, условно говоря, 75 килограмм Но благодаря лакхима ситхи Я могу не весить 75 килограмм А значительно легче Легче легчайшего могу Мой рост, предположим, 177 сантиметров А анима ситхи дает мне возможность стать меньше меньшайшего То есть материальная энергия уже не сможет меня ограничивать Вот это желание контролировать ситуацию Взять ситуацию в свои руки Я сам решаю, я сам могу Я сам буду делать, что я хочу Вот это состояние Вот эта наклонность живого существа Не дает ему возможность Встать на путь преданного служения полноценно Чтобы постичь полноценно Кришну И на самом деле вернуться домой назад Богу То есть каждое из этих увлечений живого существа Отвлекает его от главного процесса Что и доказывается тем, что человек по сути делает Вот как мы приводили пример с таким вот полупреданным Он болтается, вроде как вот и хочет считать себя преданным Но по сути дела практически демонстрирует Своими жизненными приоритетами То, что он выбирает в пользу деятельности И образа мышления отличного от преданного служения И как результат он не постигает Кришну По-настоящему И как результат он никуда не вернется Он застранит здесь, в материальном мире Чтобы удовлетворять вот эти желания Получить плоды своей деятельности Самостоятельно о чем-то там постичь Постичь, иметь свое собственное мнение Либо, так сказать, контролировать материальную энергию В другом месте Бхагавадгиты Продолжает Шавропада в комментарии 12.5 Господь говорит Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего Очень трудно идти по пути духовного развития Клеша Клеша означает страдания Помните, да? Адьятмика клеша Адхибаутика клеша Адхидайвика клеша Так вот, идти путем гьяны Это одни страдания Это мучения Это очень тяжело И чисто вот умозрительное видение Вот этой долгожданной цели Я сейчас потерплю Но в конце концов выберусь из этого материального мира И ничего с ним не буду иметь А то лучше сейчас коротко потерплю Чем буду опять вот жизнь за жизнью Терпеть неизбежные Все вот эти клеши Но на каждом шагу клешо Адхика Тарастыша Вот одни страдания Идти путем имперсонального осознания Одни мучения В то время как практика предного служения Это не просто сукхам Это сукхам Это не просто радостный А очень радостный процесс На каждом шагу Шхопадра постоянно приводил пример Вообще это мы, так сказать Живем Только радостное состояние Что вот мы Как он описывал такими простыми словами Мы поем, танцуем, вкушаем просад Вот так он объяснял Суть жизни преданной Мы поем, танцуем, вкушаем просад Если так коротко сказать Чем не могут похвастываться гьяни Им приходится вот через клешо Вот такой проходить Очень серьезно Шхопадра продолжает Те, кого привлекают безличный аспект Господа Обрекают себя на большие трудности Как раз только что мы сказали Но даже преодолев их Они все равно не смогут постичь абсолютную истину Вот иногда в сознании человека рисуется Что вот если нужно достичь цель Нужно, так сказать, такую цену заплатить Если достичь такую Ух, какую цель То значит, ух, какую нужно цену заплатить Соответственно В их представлении Они опираются вот на такую протягшу Как они чувствуют Что если я серьезно страдал Прикладывал усилия Превозмогал всю вот эту боль Всех вот этих клеш Клеш от Геката Растейшан Очень трудно идти по имперсональному пути Я все-таки преодолел Это значит, мой результат должен быть круче Сильнее и возвышеннее Чем вот у этих вот бакт Которые там дури маются Поют, танцуют и просад кушают Но нет Это непрямая пропорция Непрямая зависимость Нелинейная зависимость Что вот как вот в графике По оси X и Y Чем больше X, тем больше Y получается Такой линейной зависимости нет Чем сильнее я приложу усилия Тем выше я забираюсь Мне так не получится В случае с духовным развитием Здесь совершенно другие зависимости Здесь ты берешь за руку Точнее за лотосные стопы Господа И тем самым ты сразу же оказываешься В духовном мире Либо ты не хочешь этого делать И ты так и не достигнешь этого Господь Брама говорит Что к Верховному Господу При помощи только больших-больших усилий После долгих-долгих лет Путешествия со скоростью ветра Вайор Вайо Манаса Пунгаванам И даже со скоростью ума Это вообще очень быстрая скорость Я в одно мгновение могу подумать Об Индии И все равно что я покрыл Вот это расстояние За одно мгновение Очень быстрая скорость Скорость ума Так вот с такой скоростью Даже двигаясь В своих усилиях Постичь абсолютную истину Вот эти Муни Пунгаванам Лучшие из мудрецов После многих-многих После тысяч и миллионов лет усилий Проведенных вот таким занятием Они могут приблизиться только лишь К кончику пальца на стопах Верховной Личности Господа Это вот такое еще, так сказать Самое-самое начало Господу очень тяжело приблизиться вообще Фактически невозможно Своими собственными усилиями А вот если Вручить себя Господу То все значительно легче Таким образом Это вовсе никакая не линейная зависимость Как бы там Вот этот трансцениталист не гордился Как вот допустим Мужик приходит в баню И так сказать Чем больше он там может нападать И чем сильнее жар там будет Ближе к 100 градусов Тем он чувствует Что он круче И так вот победоносно смотрит На других мужиков Которые выскакивают из бани Что значит По умолчанию считается Что он круче Вот такой вот Негласный закон Сойди вот этих Материалистичных Мужиков Точно так же Вот эти гиани Могут подумать Что мы-то уж Куда более крутых мест Достигнем Чем эти бакты Но вовсе не так У Господа Свои собственные Правила И он делает Возможным Достижение себя Своих лотосных стоп Преданным Более достижимым Чем вот этим гиани Которые Хотят сами Они не хотят Признавать Господа Что от него Они полностью зависят Даже в процессе Достижения его Господа То есть Допустим Мы идем Кому-то в гости Так вот Кришна Устроил так Чтобы он Сам Нас Лично довел От нашего дома До своего дома К себе в гости Но мы Нет Так сказать Отказываемся Я сам дойду Ну и непонятно Куда мы идем Потому что Путь Для обусловленного Живого считать Темен И непрогляден Оно скорее всего Не туда Зайдет Поэтому Вот это думать Что вот сначала Кришне Я к тебе приду И потом Может так сказать С тобой поговорим Да я сам сначала дойду Будет вредить Самого живого существа Но точно не дойдет До дома Кришны Вот Ему нужно воспользоваться Помощью Господа Который знает Весь всю эту дорогу Через этот Темный Непроглядный Лес Мы точно Куда-то Не туда Войдем Вот Шалпада Заканчивает комментарий В Шименбхагаватам 1.2.11 Сказано Брахмэйти Параматмэйти Бхагаван Итишабдяты Пока человек Не постиг Верховную Личность Бога Первоисточник Брамана И Параматмы Он по-прежнему Пребывает Во тьме Невежества Не понимая Природы Абсолютной Истины Пока человек Не постиг Верховную Личность Бога То есть Он может быть Даже Постиг Брамана И постиг Параматму Но не понимает Что их Первоисточник И является Верховной Личность Бога Он все равно По-прежнему Пребывает Во тьме Невежества Мы можем Подождите Он же Браман Осознал Какое тут Невежество Параматму Увидел Какое тут Невежество Это же Трансцендентная Реализация Но С точки зрения Изначальной Природы Живого существа Это Невежество Живое существо Так и не заняло Своё Естественное Положение Оно все еще Не в связи С Господом В этом В этом Положении Она находится Все равно В опасном Положении И в этом Положении Она находится Потому что Она не хочет Принять Прибежище Лутос На стоп Господа Рухи Кричали Напарам Падам Татага Патанти Я доводна Дрита Юшмана Грега Все равно Вынуждена Будет Пасть Поэтому Побывав На каком-то Промежуточном Трансцендентном Уровне Но не признавая Прибежище Лутос На стоп Господа Или так И не побывав Там Так и оставаясь В невежестве Материальной Мира Разницы Никакой По факту Де факту Да Как говорится Что подпрыгнул Что не подпрыгнул Ты все равно В итоге Стоишь на земле Если ты Даже если Подпрыгнул Но все равно Приземлился Потому что Ты не Не уцепился Сверху Поэтому И тот И другой Оказывается Находится Во тьме Невежества И поэтому С этой точки зрения И тем И другим Можно посочувствовать Хотя Первый Который Подпрыгивал Может думать Какой возвышенный Какой великий Не то что ты Даже не попытавшийся Подпрыгнуть Но практически Для нужд Чистого Живого существа Дживы Которое Вообще-то Должно быть С Кришной И служить ему И то и другое Плачевное состояние Может быть Относительно Кто-то там И начнет Выдумывать Какой он великий Но и тот И другой Находится В невежестве Разницы Практически Никакой Давайте Остановимся Здесь Есть ли какие-то Вопросы Дополнения Комментарии Возражения Если вдруг Шопады Все очень четко И понятно Говорит Объясняет Замечательные Цитаты Приводят Комментируют Все понятно Спасибо большое За ваше Внимание Шри 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 Чертани Чертам Рит Ки Чай Челб Рупад Ки Чай Сам А Это Гор Бхак Тав Рин Ки Чай Нит Чай Гор Прим Нан Ди Хри Хри Реп Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Корректор